Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральца. Сегодня мы с вами поговорим на такую важную тему, как лучший календарь садовода. В связи с тем, что у нас очень сильно сейчас меняется погода, в связи с тем, что идет глобальное потерпление, о котором я уже твержу практически 8 лет, это теперь самая актуальная тема. Я веду на протяжении многих лет садоводческий журнал. Причем, как веду его в электронном виде, так и в бумажном. И у меня есть возможность сравнить один год с другим. Явно намечается тот факт, что каждый год температура у нас немного изменяется. То есть идет действительно глобальное потепление, и от этого никуда не деться. Но раньше у нас двиг был примерно на 2-3 дня в год. То в этом году была аномально теплая весна, и сдвиг настолько большой, что ориентироваться на прошлые годы просто нет возможности. Кому же меня часто спрашивают указать точное время, когда я делаю те или иные операции в саду или в огороде. Но я это намеренно не делаю, потому что мой канал смотрит практически весь бывший СССР, ну и также зарубежье, причем и ближнее, и дальнее. И, как вы понимаете, климатические зоны абсолютно разные. То есть указывать время под роликом, ну никакого смысла нет. То есть разбег такой во времени будет огромный в разных климатических условиях, что это просто-напросто бессмысленно. Как же в этом случае тогда быть? Когда садить овощные культуры? Когда делать прививки на подовых деревьях? Ответ на самом деле очень прост. Нам сама природа все эти процессы точно покажет. Как правило, на каждом участке достаточно много многолетних растений. Будь то деревья, будь то многолетние цветы. И вот они постоянно растут на вашем участке. А природа, как известно, лучше всего чувствует любые климатические изменения. Почки раньше времени не проснутся, цветы раньше времени не зацветут. Как вы понимаете, особенно актуально все работы делать точно в срок, особенно в северных регионах. Посадите или сделаете что-то раньше, заморозки у вас убьют все. Поверьте, это очень тяжело перенести, когда в начале сезона у вас такой крах. С другой стороны, посадите все заведомо очень позже, позже получите урожай. А может вообще его не получите. Потому что северное лето, оно очень короткое. И чтобы получить урожай, нужно еще и умудриться. Набухание почек на яблони. Раскрытие почек на черной черемухе. Ну и конечно же, ее цветение. Начало набухания почек тоже можно брать за систему отчета. Набухание почек на красной черемухе. Она позже просыпается, нежели черная. Набухание и распускание почек на груши. О прогреве почвы нам может хорошо подсказать информацию о зимы чеснок. Именно о зимы, а не посаженный в этом году. То, что у нас зимовало. То, что растет и зимует в этих условиях. Появление первоцветов, в том числе тюльпанов. Ну, эти цветы есть на каждом участке. Поэтому их очень удобно использовать для маркера. Ну и вообще, все первоцветы вам подскажут о температуре почвы. Когда они цветут, обязательно нужно помечать в садовом журнале. Также все растения, которые мы используем, как многолетнюю зеленку, будь то кислица, а зимный лук, причем разных видов. Все они нам очень красноречиво говорят о состоянии как почвы, так и воздуха. Напухание почек ужимолости и появление первых цветочков. Тоже очень распространенный кустарник. Фактически в каждом саду он есть. Пробуждение почек крыжовника, их рост и цветение. Также очень хорошо говорит о природных изменениях черная смородина. Одна из первых зацветает и тоже очень распространена во всех регионах земли. Итак, я назвал лишь небольшой список тех растений, которые можно использовать смело для маркера, которые имеют огромное распространение по всей планете. Так или иначе, у каждого должны быть свои маркеры. Те растения, которые растут в вашем саду и огороде, как почвенные, так и кустарники и деревья. Все они четко показывают и указывают на состояние прогретости почвы, ну а также воздуха. Все они раньше времени не зацветут. Природа раньше времени не проснется. И если вы в своих работах сделаете пометочки, что вот я делаю такую-то работу и почки на черемухе набухли, это будет отлично. Это отличный маркер. Привяжите все свои садовые работы к тем растениям, которые растут у вас на участке. Именно к тем процессам, которые происходят с ними. Это лучший маркер. Лучше календаря точно не найти. И от года в год он вас не подведет. Он каждый раз вам покажет точное время тех или иных работ. А если вы это будете вести систематически и из года в год повторяя, вы сделаете уже целую систему, как сделано у меня. И точно будете знать время любой работы. К примеру, прививки на яблони мы начали делать в момент распускания почек на черной черемухе. Это отличный маркер. Черная черемуха примерно за неделю распускает почки до того, как просыпаются почки на яблони. Значит уже процесс сокодвижения в яблони начинается. И это самое время для прививок. У нас северный регион и посадки в теплицу тоже нужно делать в определенное время. Да, мы конечно используем биологические системы отопления, то есть навоз. Обязательно используем укрывной материал для сохранения как тепла, так и прохлады, когда жара. То есть это своеобразный термос. Используя, конечно, биоотопление, мы уже в момент набухания почек на груши сделали все посадки. Конечно, если у вас нет биообогрева, то это делать рано, и вы должны свой маркер найти. Потому что, в принципе, мы уже пережили, ну успешно пережили, я считаю, как минимум два заморозка, когда температура ночью опускалась до минус 5, а потом до минус 7 градусов. Как видите, все живо. Без биообогрева это бы, конечно, сделать нельзя было. И садить нужно гораздо позже. Ну и урожай тогда будет значительно позже. Кстати, если вам интересно, как мы выращиваем овощи в теплице, ну и занимаемся плодовыми деревьями, то ссылочки на ролики есть внизу в описании. Также появляется вверху в виде подсказки. Ну и все ролики можно найти в плейлисте «Сад, огород и теплица». Конечно же, это только весенний пример. Но на протяжении всего сезона вы должны найти именно те маркеры, именно многолетние растения, которые растут прекрасно из года в год на вашем участке. Они вам подскажут точное время, когда нужно сделать те или иные операции. А если вы эту практику ведете себе за правило, и каждый год будете делать пометки такие в своем садовом журнале, то через 2-3 года у вас появится четкий биокалендарь. Конечно же, очень многие садоводы привязывают свои работы к лунному календарю. Но как человек, закончивший техническое образование с красным дипломом, я не вижу за этим никакой научной обоснованности. Степень освещения Луны Солнцем особого влияния на растения на самом деле не оказывает. Тут важен не то время, когда вы делаете, а настрой. Просто на самом деле, когда вы придерживаетесь лунного календаря, у вас отличный настрой, вы уверены, что это лучшее время для посадки. А на самом деле, просто у вас настроение хорошее, хороший посыл к тому, что все у вас получится. Это можно сделать и не привязываясь вовсе к лунному календарю. Результат будет точно такой же. Есть, конечно, у нас и рукописный садоводческий жирнол. Каждый год мы все отмечаем. Вот схемы когда-то приклеиваем. Вот так. Пометочки там. Какая урожайность. Что у нас высокорослое, что низкорослое. То есть все характеристики расписываем. Условное обезвоночение делаем так, чтобы было удобно. На протяжении многих лет мы его ведем. Это электронный журнал тех работ, которые мы проводим. Тут есть и за этот год, и за предыдущий. Что примечательно. То есть есть возможность постоянно сравнивать те процессы, которые, и те работы, которые проводились в прошлом году. И как видите, в этом году все гораздо раньше. То есть разница не в один-два дни. Тут разница в некоторых культурах или по некоторым работам практически две недели, а то и три недели. Как видите, с зеленым шрифтом я пишу именно те маркеры, что происходит с многолетними растениями. Хорошо соотносятся процессы, происходящие в природе, с работами, которые производим мы. Вообще этот журнал у меня есть в Терефоне, и в любой момент я могу посмотреть и воспользоваться им. Подходите разумно ко всем работам, которые вы проводите у себя в саду или огороде. Введите ежегодно и систематически, будь то письменный журнал, который вы напишите руками, либо электронный, что сейчас позволяет технологии сделать очень легко. Делайте пометки, какие процессы происходят в природе, и у вас будет четкий, однозначно правильный журнал, который вам будет подсказывать, вне зависимости от того, какие природные катаклизмы будут проходить, когда и какие работы нужно производить. Ну а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый видеоролик. Успехов и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова